Стаблюдать скоростной режим и быть осторожным на дороге необходимо всегда. Гидрометеослужбы России информируют, что в ночь на 27-е ожидаются дождь и мокрый снег, местами гололед и метель. К другим темам. Зима еще только начинается, а в Заволжье на озере Астраханка провалился под лед 54-летний мужчина. К моменту прибытия спасателей он уже погиб. В следственном управлении СКРП Чуваши сообщили, что мужчина решил проверить, насколько крепок первый лед. По предварительным данным, 24 ноября текущего года днем мужчина вместе со своей женой на машине отправились на пикник на берег озера Астраханки в Чебоксарское Заволжье. Приехав на место, чебоксарец, чьим хобби была рыбалка, решил проверить, достаточно ли была крепка ледяная корка, образовавшаяся на поверхности воды, и пошел по льду. Дойдя примерно до середины водоема, он провалился под лед и утонул. Оставшаяся на берегу супруга вызвала спасателей, которые извлекли тело ее мужа, уже не подававшего признаки жизни из воды на берег. В настоящее время выясняется все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчина скончался от утопления в воде. Тем не менее, в целях экспертного восстановления причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование его тела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сегодня на историко-географическом факультете ЧГУ открылся музей истории Великой Отечественной войны. Идею создания музея сотрудники и студенты факультета вынашивали более 10 лет. И, наконец, все получилось. Экспозицию собирали своими руками. Благодаря поисковым отрядам за последние 10 лет были найдены более 280 погибших бойцов. 11 солдат удалось опознать. У двоих найти родственников, которые смогли приехать, перезахоронить их и воздать должные почести. Цель наших ребят-поисковиков, у нас есть поисковый отряд, который занимается как раз профессионально этой деятельностью, поиском павших бойцов и, конечно же, их захоронением. Это благородное дело, необходимое для того, чтобы реализовать вот те самые знаменитые, кричащие слова Александра Васильевича Суворова, что война не закончилась до того момента, как не будет похоронен последний солдат. В музее представлено 243 экспонаты, найденные поисковыми отрядами студентов ЧГУ в местах боевых действий Великой Отечественной войны в разных регионах страны. Бывает, что и один маленький предмет может стать мостом между прошлым и настоящим. В августе 2013 года в Бельском районе Тверской области, Нижегородскими поисковиками, вместе с останками бойца, был найден мундштук, который был подписан, на нем была фамилия Гадалаев. И по архивным данным, по объединенной базе данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, было установлено имя Газим Магомед Гадалаев. Это разведчик, рядовой из Дагестана. И в октябре этого года его останки были перевезены на родину, в его родное село. Снят был большой сюжет и показан по телеканалу «Звезда». А также на прошлой неделе он прошел сюжет по программе «Жди меня». Это результат и самое замечательное завершение поисковых экспедиций, когда солдаты возвращаются на свою родину. Для будущих историков участие в раскопках – еще и возможность пополнить источниковую базу своего предмета. По найденным вещам можно судить о том, как была вооружена советская армия, как солдаты пытались организовать свой быт, наконец, насколько далеко продвинулась в те годы оборонная промышленность. Вот, например, железный нагрудник для штурмовых отрядов, выкопанный в этом году в Смоленской области, специалисты считают находкой уникальной. В общей сложности было найдено более 200 предметов. Это и снаряжение, и личные вещи солдат обеих армий. Хочется верить, что и в дальнейшем музей будет пополняться новыми артефактами, когда-то затерянными во времени. И связь с прошлыми поколениями будет непрерывной.